Барт Радио Добрый вечер! Сегодня у нас передача и встреча под названием «Творческие встречи под Парусом». Парус имеется в виду, кто не знает, это клуб, который появился в Санкт-Петербурге 12 лет назад. Сергей Нотик этот клуб возглавляет, поэтому о нем сегодня поговорим особо. А также он и возглавляет Барт Радио, поэтому и о Барт Радио будет разговор. И, возможно, радиослушатели, которые нас слушают, об этом радио более подробно узнают. Мне захотелось сегодняшнюю встречу. Вообще, есть такая фраза, что наша жизнь – игра. Ну, фраза расхожая, известная, штампованная, да. Но игры разные бывают. Я прямо вот так сходу решил задать вопрос. Какая игра для тебя жизнь? Если игра, то во что? Что? Какая это игра? Да. Наверное, да. Наверное, все-таки да, потому что я очень… Ну, во-первых, я люблю жить. Это первое. А во-вторых, мне очень нравится как-то ее изменять, что-то в ней делать. Ну, вот знаете, как кубик Рубика или пазл собираешь. Вот берешь там несколько разных кусочков, так раз – фуф, а что-то сложилось новое, интересное. И, в общем, я этим занимаюсь, наверное, и по работе, кстати, тоже. Вот. И в жизни, и, может быть, даже в творчестве. Потому что песни, скорее всего, тоже появляются от этого, что когда попадается какое-то стихотворение, которое тебя цепляет, ты к нему подбираешь так, чтобы оно как-то так вот легло одно к другому. Играешь с ним, как ребенок с игрушкой, может быть, да? И отчасти да, потому что, в общем, так что да, да, жизнь – это игра. И для меня это вот такая головоломка, пазл. Итак, а теперь мы представляем сегодняшнего гостя. Теперь уже начинаем как бы официальную часть программы. У нас встреча с Сергеем Нотиком. Недавно в интернете был такой проведен полушуточный опрос, кто такой Сергей Нотик. Понятно, что большинство отвечавших на него знали, кто на самом деле такой Сергей Нотик. Но были предложены варианты ответа. Может быть, в каждой шутке есть доля шутки. И, может быть, была цель определить, ну, кто же все-таки больше. Потому что о Сергее можно говорить долго. Он в одной ипостаси, в другой, в третьей. Он занимается в жизни разными делами. Ну, мы посмотрели этот опрос. А там были варианты ответа. Руководитель борт-клуба «Парус», руководитель борт-радио, автор, исполнитель, хороший человек. Ну, понятно, что последняя опция набрала больше всего голосов. Это как не обсуждается. А дальше распределились голоса так. Руководитель борт-радио, руководитель борт-клуба «Парус» на третьей позиции. Ну и чуть подальше. А, исполнитель, само собой. И с каким-то отставанием автор. Понятно, что Сергей, как автор, знают меньше. Потому что он не так часто исполняет свои песни. Все больше чужие. Ну, так вот, и попробуем сегодня познакомиться. Наше знакомство я решил построить, поскольку Сергей родился, ну, не родился, может быть, а совсем с малых лет жил в городе Тольятти. Да, поправь меня, родился ты? В Тольятти родился село Улутиляк Иглинского района Баштирской АССР. Совершенно случайно это получилось. А в Тольятти случайно? Нет, в Тольятти нет. А в Тольятти уже не случайно. И, соответственно, ну, правда, этот путь такой вот получился куда-то в сторону, но вот я родился где-то по пути во время, когда уже перестали жить в Токмаке, но еще не начали жить в Тольятти. А город Тольятти, мне иногда хочется позадавать вопросы присутствующим. Скажите, пожалуйста, мне кто-нибудь, при упоминании Тольятти, какие ассоциации у кого возникают? Жигули. Жигули как что? Автомобиль с Жигули. Еще какие-нибудь ассоциации? Пиво с Жигули. Жигулевское пиво. Но, правда, его не в Тольятти делают. Хотя в Тольятти тоже понятно, но это Самара все-таки. Родина Жигулевского пива – это Самара. Еще есть ассоциации с Тольятти? А? С Тольятти. Нет, значит, ну, все же вы помните Волжский автомобильный... Ну, отчасти, да, машину вспомнили. Значит, Волжский автомобильный завод. А знаете ли вы, что город Тольятти... А это молодой или старый город? Вот я тоже как-то всю жизнь думал, что это молодой город. Стал готовиться к передаче, выяснил, что очень старый город на самом деле. А он называется Тольятти 55 лет всего. Это случилось в 64-м году, когда находящийся в Крыму на лечении первый секретарь Компартии Италии скончался. Пальмиро Тольятти его звали. И вышло постановление ЦК о том, что вот в память о нем назвать этот город. А знаете, как он назывался до этого? Я узнал вчера только. Он назывался Ставрополь. Ставрополь на Волге. Ставрополь на Волге. Да. Вот, даже, оказывается... Ну, я не видел такого названия. Я в книжке прочитал название Ставрополь. Значит, вот этот город Ставрополь, который потом стал городом Тольятти. У меня с некоторых пор... Я от Сергея узнал такую историю, что в Тольятти, в Самаре большое количество любителей путешествовать по Волге, но не просто по Волге, а по тому участку Волги, который образует самарскую излучину. И по реке Усе. И называется это Жигулевская кругосветка. Она бывает разная. Есть туристическая кругосветка. Ну, туристические компании предлагают дней 10 пройти этот участок. Вот вы потом, если вы не знаете предмет разговора, то посмотрите на карту. Волга течет с севера на юг. Недалеко от Самара она делает такой поворот. И почти кольцо. Она упирается в горы Жигули и, соответственно, их обходит по кругу вокруг Жигулей. Вот. И этот круг почти смыкается. Там расстояние полтора километра. Мало того, там еще на этом перешейке протекает река Уса, которая течет навстречу Волге и впадает в нее, в верхнюю часть. И что придумали люди? Они придумали отправляться от Тольятти, ну, или от Самары, кто в Самаре, идти вниз по Волге, подходить к месту, которое называется Паволоки. Переволоки. Переволоки, да, прошу прощения. Там полтора километра грузят суда, ну, у кого байдарки, у кого ялы, у кого что, на машины. Машины перевозят. Их к берегу Усы. Там спускаются они по усе и идут по усе вниз по течению. Опять же, к Волге и тоже вниз. Все время круг вниз по течению. Это феноменальное место. Просто. Я об этом узнал совсем недавно и решил, что вот в таком русле, вот в этом русле, именно, да, речной термин, и пойдет наше сегодняшнее путешествие. Потому что к пяти ипостасям Сергея, которые мы сейчас обсуждали, я бы еще добавил, что Сергей, во-первых, заедлый путешественник, это уж, насколько я его знаю, 7-8 лет, в этом убедился не раз. Я бы еще добавил, что имею счастье быть его хорошим другом. А Сергей, это друг очень верный и надежный. И в этом вы можете не сомневаться. Кто до сих пор по каким-то причинам его не знает. И вот мы сегодня отправимся из Тольятти, погрузимся на наши радио какие-то, да, радио суда и отправимся в наше путешествие, потому что если жизнь игра, то это какой-то круг, да, у Городницкого, помните, кончился жизнь и круг и время поворачивать обратно. У нас жизненных кругов еще много, но тем не менее мы вот будем воспринимать круг как часть прожитой жизни. Поэтому приготовимся так мысленно отправиться по Волге. Сейчас мы будем погружаться в суда. Но для этого путешествия это очень нелегкое путешествие. Значит, для него должно быть выполнено несколько условий. Человека должно быть не меньше 18 лет, но у нас почти все сегодня в зале под это подходит. Значит, должна быть там страховка, медосмотр должен быть пройден, и люди допускаются, имеющие опыт водных походов, не ниже первого класса сложности. А вот если придет человек туда совсем, ну кто-то уже с чего-то начнет, или нельзя там начать. Можно, конечно, я начинал. Начинал, хорошо, сейчас мы об этом поговорим. И что еще? Поскольку вся эта трасса, длина ее 145 километров, и все это путешествие проходит где-то за 12-14 часов, ну так, в среднем. У кого 16, у кого рекорд, по-моему. Но это на Байдар, как не переставаясь. Без еды, без всего, останавливаясь только, то есть остановки только на естественные нужды. Мы же сказали, есть скоростная, да, а есть туристическая. А туристическая этот же маршрут проходится за 8 дней. Вот. Поэтому мы сейчас будем для, и перед тем, как мы отправимся в плавание, там нужны фонари, поскольку часть трассы ночью, да, проходит. у нас функции, у нас функции фонарей, у нас фонарики тоже маленькие есть, там нужны мобильные телефоны для связи, нам тоже нужны мобильные телефоны, но я предлагаю их использовать для того, чтобы передавать репортаж с нашей сегодняшней встречи, а ни с какой другой целью, больше на время нашего путешествия. так, ну и, пожалуй, сейчас отправимся. Я попрошу Сергея сейчас спеть, заканчивая обсуждение вопроса, кто такой Сергей Нотик? Как бы ты смог себя представить, вот ты пришел в аудиторию, аудитория полностью незнакомая, вот ни одного знакомого лица и стоит задача тебе представиться. Какой сегодня, 4 октября, Сергей Нотик? Что может он спеть по этому поводу? Ну, давайте так, я долгое время как бы славился тем, что исполнял песни Ивасей на одной гитаре за двоих, ну, петь, правда, за двоих сразу не удавалось, вот, и до сих пор это одни из самых любимых моих авторов Иваченко с Васильевым. И вот, наверное, песня, которая одна из самых любимых от Алексея Иваченко. Я никуда не спешу, я стихов не пишу, мне собрать бы слова воедино, что? Хоть себе самому объяснить, почему, замыкаясь, искрят провода, Я не пойму ничего и себя самого, я утешу, все впереди, но я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Мир удивителен, но он описан давно мудрецами иных поколений. И я их немало читал и счастливей не стал и храню свое тепло под стеклом, но назначенье иных неподвластных уму повседневных вещей и явлений мне не дано описать ни при помощи слов, ни число. Вновь в лабиринте наук неожиданный крюк совершу на гранит, натыкаясь вновь. перечту мудрецом и в конце до концов одолею шинель и муму. Но почему иногда ни с того ни с сего так искрят провода замыкаясь я, очевидно, уже никогда, никогда не пойму. Я никуда не спешу, я рукой не машу, я к разлукам привык, к утратам вновь. Улетит самолет, пароход уплывет, и года потекут как вода. Но с мудрецами вразрез всем законам назло, вопреки всем МЦ квадратам я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Я не забуду тебя никогда, никогда, никогда. Никогда. Поскольку... Да, хоть, я все равно, я больше исполнитель, мне чужие песни ближе, даже, чем мои. Ну, так вот. Хорошо. Поскольку детство прошло в Тольятти, да, и мы вышли, мы начали нашу кругосветку в Тольятти, давай вспомним немножко этот период жизни, меня он интересует с музыкальной стороны, какая музыка звучала в твои детские годы, какая была первая музыкальная любовь или первые музыкальные предпочтения и первые музыкальные инструменты? У меня пели родители. Ну, пели они не всегда, конечно, но вот, поскольку был автомобиль, и основная задача была, то есть, мама, значит, говорила, чтобы папа не уснул, нужно петь. И, соответственно, все время, пока мы ехали в машине, а это как бы, ну, там, дача, там, или что, мы всегда пели. И песни были самые разные, от, там, песен советских композиторов, и там, это, ну, там, вот, «Красная армия», «Черный барон», то есть, вот, как бы, замечательно, «До там, я с детства был испорченный, ребенок на папу и на маму не похож, я женщину обожал еще сперед, на каек, жоры, подержи мою макиндушу», вот, то есть, в общем, репертуар был достаточно большой, и я, соответственно, тоже это очень активно пел. Одна из любимых, конечно, это была, лядовая, по-моему, песня, которая, как это, «Прощание», «Прощание» марш, там, где прощание славян, «До свидания, подруга моя, на перроне артестры играют». Она пользовалась в моем исполнении очень большим успехом, букву «Р» я еще не выговаривал, то есть, я с нее пел «Л», и поэтому, в общем, я не знал, почему так народ радуется, но с удовольствием ее пел, «До свидания, подруга моя», и так далее. Вот, поэтому, вот это, наверное, были первые песни, ну, а кроме того, дома было пианино, на котором, на котором в свое время пытались научить играть моего брата, и поэтому это пианино, там, ну, ладно, когда-то мне было 2-3 года, понятно, я по нему, как и все нормальные дети, лупил кулаками, вот, но постепенно даже там что-то стал вот подбирать одним пальцем. И тогда родители решили, что если уж со старшим не удалось, то младшего надо как-то отдать музыке учиться. и меня вначале, значит, поговорили, у нас на третьем этаже соседка была, мы на шестом жили, а соседка на третьем, вот, но она была преподавателем фортепиано, я еще в школу не ходил, меня ей, так сказать, сдали, она послушала, посмотрела, там несколько занятий провела, и сказала, что у меня прямой путь в музыкальную школу. Давай, есть что-нибудь спеть из того времени? Слушай, если из того времени нет, то что-нибудь вот одно из первых песен, которые ты спел под инструмент. но нет, я все-таки, не, ну, во-первых, я писал песни, одну, да, то есть, меня потряс фильм Капитан Немо, в общем, трехсерийный телевизионный фильм, я, конечно, был потрясенным, и я решил написать песню. Насколько я помню, ноты я тогда уже, значит, знал, то есть, это, наверное, был первый класс у меня, то есть, 76-й год, вот, и я, текст, ноты, но, как выяснилось, со стихосложения у меня было все очень замечательно, то есть, рифмы там были, сейчас вспомню, ну, никто и ничего, замечательная рифма, первые две строчки, его и его, это тоже, это вообще идеальная рифма, а дальше я перешел на глагольные, а потом у меня как-то слова закончились, поэтому песня такая осталась, к счастью, недописанная. Музыку я, правда, ну, я, правда, и слова помню, конечно, но я не буду ее тут петь, вот, это еще было под пианино, вот. Но все равно из того периода, давай мы как-нибудь его музыкально обозначим. слушай, слушай, ты знаешь, там, во-первых, выбор такой громадный, что я, я даже не могу, не могу сказать, какую, песню советских композиторов, ну, давай, так, вот, тогда по собственному желанию. Сейчас. Я просто могу сказать, что мне повезло, у нас дома была и гитара, отец играл на семи струнки, но так, поигрывал, я, правда, ни разу этого не слышал, честно скажу, потому что к тому времени, когда я уже осознавал, гитару забрал старший брат и из семи струнки сделал шестерку. А на шести струнке, соответственно, отец не играл. Но, когда братец, к счастью, уехал, для меня, к счастью, уехал в Москву учиться, да, гитара оказалась в моем собственном распоряжении. Вот. И поэтому, ух ты, неужели у меня ее нету? Ага. Во втором классе, естественно, смотр художественной самодеятельности. Я играю на скрипочке. Я ее ненавижу. Но, понятное дело, что меня на сцену со скрипкой вытаскивают. Но, помимо всего прочего, к этому времени я выучил песню на гитаре. Это была моя первая песня, спетая со сцены. Гитары у меня еще не хватало на все пальцев. Не на все лады мастер. Не на все струны. На лады-то я уже нормально. Аккордов я не знал, поэтому я их подбирал сам. А песня была совершенно замечательная, вы ее знаете. То есть я играл на трех струнах. Наверное, вот так вот было. Рельсы упрямо режут тайгу, дерзко и прямо, зной и пургу. Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам! Скалы и чаще все он пройдет, наш работящий и смелый народ. Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам! Над нами кружит наш вертолет, а мы утюжим в топе болот. Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам! И сквозь туманы, и сквозь года, до океана помчат поезда. Веселей, ребята, выпало нам строить путь железный, а короче, бам! Вот где-то так. Ну, вот, понятно, что я... Вот я играл тогда вот как первый куплет, но это было мое первое выступление на гитаре со сцены, и, в общем, я имел успех. А потом гитара уже прилипла, да? Или не сразу прилипла? Ты понимаешь, тут получилось так, так что, с одной стороны, конечно, у меня было музыкальное образование, которое постепенно увеличилось, вот те семь лет, а скрипки это... То есть я и сольфеджио, там все, хор и так далее, то есть все по полной программе. Единственное, от чего я отмазался, это общая портепьяно, поэтому на пианино я до сих пор играю очень плохо. Вот. А гитара, это была любовь. И я все, я... Когда брат вернулся из Москвы, перевелся в Тольятти, и доучивался уже там, гитару я ему уже не отдал, фактически. То есть он пытался там, конечно, когда они собирались толпой, а, значит, своих там, это, однокашников, значит, конечно, он на ней играл, он все остальное время, она была моя. Возвращаемся к нашему путешествию. А для чего... Как ты оказался, как ты в кругосветке оказался, и как ты думаешь, для чего вообще люди вот в такие путешествия ходят? Вообще, и вот в кругосветку конкретно, что такое есть там такое, чего в других местах не купишь, не найдешь? Нет, ну, во-первых, я тогда уже был изрядно повзрослевший, в первый раз в кругосветку я пошел, когда я уже учился в 10-м классе. Вот. Поэтому, то есть это было вполне осознанно, я знал, что все мои друзья... То есть я к тому времени в 10-м классе попал в КСП, в клуб самодеятельной песни в Тольятинстве, Автозаводского района. Вот. А они ходили в кругосветку. И, соответственно, ну, как бы вот, не пойти вот же я не мог. А ты же не умел, это надо было научиться, да? А что там учиться? Слушай, на Ливан... А, нет, я тогда не пил еще. Нет, ну, на самом деле, кругосветка это достаточно такое больше культурное мероприятие, чем туристическое, потому что, как вы понимаете, вот этот вот круг пройти, то есть реально на байдарках его проходят меньше, чем за сутки. А 8 дней на Ялах, в принципе, если не грести, то можно... То есть ты гораздо раньше там спустишься даже. То есть если просто по течению, хотя там течение не такое уж и большое, но, в общем, ты все равно придешь в нужный пункт, тебе так иначе течение это... Но поскольку нужно, чтобы еще оставалось все время отдыхать, то, конечно же, гребли. И были мозоли на руках, и были мозоли на пятой точке. Тут уж никуда не деться. А самое такое яркое ощущение, это когда уже после кругосветки, вот эти все там 8 дней, практически без сна, потому что все ночи там поешь. А я тогда был молодой, я мог не спать вообще. И когда так домой пришел, увлекся, значит, в эту кровать, и ты начинаешь понимать, что она качается. И вот ты так лег, а оно вот... И вот так вот. То есть вот как ты греб, так, значит, оно и продолжается. И так еще дня 2-3 после кругосветки... А что такое поразило? Вот можешь ли ты точно сейчас сказать, вот когда ты закончивал это первое свое путешествие, вот что более всего на тебя произвело впечатление? Давай я спою песенку. Да, давай. Потому что Борис Вахнюк, вот он ухватил вот эту вот вещь. Тех, кто пожерстал, от души пожалеет, горы да вода и вблизи, и вдали. То ли это Волга в кольце Жигулей, то ли обнимает река Жигули, то ли это Волга в кольце Жигулей, то ли обнимает река Жигули. Тишины такой не услышишь нигде, даже всплески веселые те не слышны. То ли две байдарки скользят по воде, то ли выплывают на стрежень челны, то ли две байдарки скользят по воде, то ли выплывают на стрежень челны. Ветер шелестнет паруса на кренях, побежит волна прямо в детство мое. Ветер шелестненье, то ли это Волга впадает в меня, то ли моя песня впадает в нее, то ли эта Волга впадает в меня, то ли эта песня впадает в нее. Я бывал в других. То есть я был еще в одном походе, где он проходил, так сказать, по Баштирии, где и горы уже, так сказать, Урал. Наверное, там, ну не наверное, там, конечно, Более красиво, да. Но здесь все равно вот это вот ощущение. Волга там же, это же, конечно, уже Волга, то есть не Жигулевское водохранилище, но уже фактически начинается Саратовская Волга там шириной километра 2-3. То есть это не вот Волга, которая в начале вот здесь. Там это громадный водный простор. С правой стороны высятся Жигули, с левой уже там Самара и другие. И все равно вот эта вот красота, этот простор ну не передать. Ну а потом плюс ко всему вот я такой молодой, да ранний, а там такие уже мужики, настоящие туристы. Сколько песен я там услышал, которые до этого не слышал. Хотя в общем... А у тебя уже песеный багаж какой-то был? Да, да, да. Нет, конечно же. Как формировался багаж? В первую очередь фильмы, понятное дело. То есть, потому что, слава Богу, наш кинематограф, он все-таки богат хорошими песнями. это, конечно же, это и ирония любви с легким паром, это все. Вот это, вот, самый верх, вот, но, помимо этого, Гладко, бременский музыканты те же самые, там, и так далее, и так далее. А я подбирал, слава Богу, вот слух есть, я все это дело подбирал на слух. Уже на гитаре? На гитаре, конечно. Нет, рояль и скрипка это. Я и на скрипке-то играл на слух, то есть, я брал ноты, садился за пианино, значит, наигрывал эту мелодию на пианино, а потом уже по слуху играл ее на скрипке, потому что, как-то вот так мне было гораздо проще. Ленился я. Вот, поэтому с нот я до сих пор, как бы, не очень хорошо играю, вот. Хотя, в принципе, навык-то, конечно, есть. Все-таки, там, как-то промурлыкать смогу. Вот, а так, конечно, я слухач в этом отношении. Вот из фильмов, да, есть что-нибудь из фильмов спец, да? Раз, чтобы они вспомнили. Никого не будет в доме, кроме сумерек. Один зимний день в сквозном проеме Незадернутых городей, незадернутых городей. Только белых мокрых комьев, Быстрый промик, маховой, Только крыши, снег и короня, Крыши снега никого. Крыши снега никого. И опять зачертит дыни, И опять завертит мной Прошлогодние унынье, И дела зимы иной, И дела зимы иной. Но нежданно по портьере Пробежит вторженье дрожь, Тишину шагами меря, Тишину шагами меря, Тишину шагами меря, Ты, как в будущем, Настя, Войдешь, Ты появишься в двери В чем-то белом, Без причуд, В чем-то впря Из тех матерей, Из которых хлопья шьют, Из которых хлопья шьют, Никого не будет в доме, Кроме сумерек. Один зимний день В сквозном проеме Незадернутых городей, Незадернутых городей. Ну, вот это я подобрал, наверное, Классе в шестом-седьмом. Легко, быстро. Ну, нет, ты что, нет. Вот это была как раз та школа, Когда... А помогал кто? Ну, но сам. Сам. Ну, я и брату подбирал там разную. То есть, машина времени, например, Там мне брат давал запись, Я ее, соответственно, Ему подбирал, Как это играется там, И все. А брат так не мог, да, Сходу? Ну, он играет, Он играет, да, Но в основном, да. А это нет, Это вы что, Это вот я... То есть, это вот все так вот, Это и аккорды, То есть, все тяжким трудом добывалось, Это сейчас легко. Вот. А тогда я на этом и учился. А сколько ты с гитарой проводил? Ты времени в день. Это было каждый день? Да. Тогда, да. Какое место она занимала? Слушай, ну, больше, чем со скрипкой точно, А на скрипке приходилось учиться. Ну, час-два в день, это точно. Я, как бы, это... Я учился, То есть, одно, Я, когда я понимал, Что мне очень мешает, Вот, когда я смотрю на вот это, Вот я смотрю, Я понял, что это плохо, И я начал тренироваться с закрытыми глазами. Это, с одной стороны, сыграло, конечно, Большой плюс, Потому что я могу совершенно спокойно играть с закрытыми глазами. Но зато минус во время концертов, Потому что я все равно по традиции закрываю глаза. Вот, я понимаю, что это плохо. Я долго отучал, Я приучал себя, Что нужно все-таки как-то открыть И смотреть на зрителей, Потому что как-то... По жизни-то это неплохое качество, На многое закрывать глаза. Иногда полезно бывает. Да. Я читал, в общем, больше о спортивной, Вот о скоростной кругосветке. И вот, к сожалению, Я не знаю, что это такое, На себе не испытал. Ты понимаешь, На самом деле, Это очень интересная история. Во-первых, Откуда это все взялось? Почему село называется Переволотье? Потому что вот кругосветка-то, Она появилась там в 60-х годах, А деревня-то, Где ялы перетаскивают, Она называется Переволотье-то Уже много-много-много лет. И вообще, Вообще это давненно, На самом деле не в 60-х. Когда, Когда Степан Разин Шел захватывать Самару, Соответственно, Все его ждали, Он с юга шел. Все его ждали, Значит, Что он вот сейчас придет, Войска выдвинулись, И так далее, И так далее. А он, Подойдя к этому перешейку, Тогда он был гораздо больше, Потому что еще не было Водохранилищ, То есть там километр 3-4 Надо было тащить. В общем, Он подошел к этому месту, Значит, Они взяли со своими этими Хлопцами, В общем, Со своей бандой, Они все эти ялы, Значит, И прочее, Взяли на плечи И переволокли. Однократно тот факт, Что Владимир Ильич, Ленин, А тогда еще Володя Ульянов. Вранье. Нет, Ну, Нет, Конечно же, Во-первых, На Кругосветку Выделялись деньги, Выделялись деньги, Комсомолам, Потому что, Естественно, Все писали, Что в Кругосветку Ходил Владимир Ильич Ленин. Но те, Кто в этом деле копались, Выяснили, Что да, Как бы, Революционеры любили Ходить в Кругосветку, И брат младший Владимира Ильича, Он ходил в Кругосветку. Вот, Да, Ну, конечно. Дмитрий. Да, Дмитрий. То есть, Он-то как раз в Кругосветку ходил, Но это еще с тех пор, Соответственно, Вот любили. Ну, Там действительно, Ну, Как? Мы живем в Самаре, Как не пояснить. Нет, Не в этом дело. То есть, Там настолько это легкий И приятный поход, Потому что, Ну, Конечно же, Как я говорю, Мозоли зарабатываешь, Ну, Это опасности для жизни там, Ну, Конечно, Плавать надо уметь. Так вот, Когда я читал О скоростной Кругосветке, Было в тех источниках Подчеркнута Очень важная команда, Да, В основном, Кома, В одиночку, Хотя, Может, Кто-то ходит в одиночку, Наверное, Ходят командами, В основном, В скоростной, Там состязания команды Проходят, Да, Ну, В обычные, Наверное, Тоже. Ты в команде ходил? Да, значит, Там, Что это была за команда, Как она появилась? И вообще, Какие команды Стали возникать в твоей жизни Вот в тот Толиатинский период? Ну, Кругосветки, Кругосветки, Значит, Вот именно как похода, Вот, Их две. Одна, Самарская, Которая делается летом, И она после Грушинского фестиваля, То есть Грушинский фестиваль заканчивается, И из Самары, Значит, Как раз от того места, Где Грушинский фестиваль, На Ялах стартует, И вот так вот делают круг. А та кругосветка, В которую я ходил, Я, Ну, Два раза, Один раз я ходил, Вот, В летнюю, Вот, А два раза я ходил, В Толиатинскую кругосветку. Ее организует, Естественно, В первую очередь, Волши автомобильный завод, Поскольку это, Как бы, Городообразующее предприятие, В большом, В большом смысле этого слова. И каждое производство, В то время, Каждое производство, Оно, Значит, Там, Клуб Вазовский, Каждое производство, Оно снаряжало свою команду. Вот, И я, Значит, Ходил один раз с братом, Когда он работал в прессо-арматурном производстве, А второй раз ходил с командой КВЦ, Порпус-вопомогательный психолог. Вот, То есть, И вот эти вот, Ну, То есть, Вот по производствам народ, Как бы, Кучковался. Вот. Теперь я хочу перекинуть мостик, А ты и в клубы попал, Да? В Толиатинский клуб. То есть, Это тоже какая-то команда. Ты пел в ансамбле. Да. Ты пел в дуэтах, Вот, Чуть подробнее об этом. То есть, Ты более был уже командный исполнитель, Нежели, Вот, Они вот так возникали случайно в жизни. И, Какой ты больше был человек, Командный или индивидуальный? Тут очень интересно. Ты понимаешь, Вот, У нас, Вот, КСП «Струк», Толиатинский, В автозаводском районе, У нас была очень хорошо развитая традиция петь хором. Может быть, Мы не столько новых песен, Но тогда новых песен сложно было. Своих пишущих людей у нас практически не было. Потому что тогда как-то все больше чужие песни пели. Это сейчас каждый пишет. Вот. А тогда, В общем, Как-то вот равнялись на самое это. И поэтому мы очень любили петь хором для того, чтобы вот как-то, во-первых, это объединяющее. Новые песни обычно привозили ребят после фестивалей. То есть приезжали, пели новые песни, и все, а, и тут же там начинали, там, списывали слова, разучивали и так далее. Но где-то вот мы собирались там раз в неделю. Вот сейчас ты что-нибудь можешь из таких песен, о которых ты сейчас говоришь? Ну, хоровые, понимаешь, я не спою хором, к сожалению. А из тех, которые, которые тогда вот, у нас Саша Егоров, совершенно замечательный человек, турист. Вот. И он как раз летом проводил там походах и прочее, и прочее, и оттуда привозил песни. И так получалось, что вот, ну, есть люди, которые разные песни поют. А вот все, что пел Саша, мне было просто вот, 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 у них чувство вкуса и прочее, и прочее, оно просто вот совпадало. Попадало в тебя сразу. А? Попадало, попадало сразу, моментально. То есть, ну, не знаю, то ли он в такие походы ходил, то ли у него самого великолепные чувства. Так сказать, вот, вкуса и прочее, исполнял он их хорошо, и я, конечно же, сразу их перехватывал. И вот, они всегда очень сильно отличались, потому что они из рук в руки передавались, очень сильно отличались от авторских вариантов, которые я уже услышал потом. Но мне откуда-то странный звук идет. Я, о, перестал. Вот. Но мне именно тот вариант, который тогда пришел, вот, он... почему-то ближе. Ну, не почему-то, наверное, потому что я его и первого услышал. Слушайте, действительно, в ушах что-то, это, трещит. Непонятно, да? Сейчас октябрьские морозы. Не детара, это точно. А, у меня, это вот только у меня трещит. Так что все нормально. Как это, в каком ухе у меня жужжит? Здравствуй, Ванька, Ванька Жуков. Без тебя мне жутко грустно, даже никому не в шутку написать десяток фраз. Жизнь моя переменилась, словно мессер задымилась. Сделай божицкую милость, приезжай ко мне сейчас. Я куплю крючок и леску, леденцы и в цирк билеты, Золоченые орехи и железный сундучок. Мы помчимся по железке, на другой конец планеты. И на прежние орехи плюнем мы через плечо. Пусть придут из райсобеса секретарь и участковый. Где же им понять, балбесом, дуракам-корадовым? Пусть я не имею веса, пусть я в жизни бестолковый, Но тебя не дал обиду, я ни мертвым, ни живым. Вот и все писать кончаю, до свидания, друг Ванюшка. Я ночую у подружки, ей мешают верхний свет. Мне сейчас брюнку чаю, или лучше водки кружку, Да, люби мою игрушку, пачку крепких сигарет. Так, сейчас вы еще вспомните автора. Скажу потом во втором отделении. Просто сейчас вот крутится в голове, но... А когда едешь, идешь в таком плавании, да, В каждой шлюпке, в каждом яле, на байдарках даже есть, Если это команда, то у нее есть свой капитан. И баллас, это был я. Но я зато был с гитарой. Я хочу тебя спросить о капитанах, То есть о твоих капитанах, твоих команд, То есть о людях, которые в те годы на тебя оказали Значительное воздействие, Которые, может быть, как-то тебя частично сформировали, И, может быть, их влияние ощущается до сих пор. Если это люди, связанные с песнями, то, может быть, на эту тему песни. Коля Чарков, руководитель нашего клуба. Мы виделись, когда, ну, с год назад в Тольятти, когда я был, Мы виделись впервые там за долгое время. Он уже постарел очень сильно. Тогда он тоже казался, то есть Николай Анатольевич, Мы хотя бы, ну, то есть у нас вот в клубе были все на «ты», Но зачастую с именем отчеством. То есть там, Николай Анатольевич, как у тебя там? Да. Вот. Он тоже обладал очень, у него был сорван голос. То есть голоса не было, как такового, вот, То есть такой сепловато и прочее. Сорвал он, правда, его вот. Это тоже знаменательно. Если кто помнит, была такая замечательная битва наших с канадцами, Профессионалами. Вот. Он как раз тогда был в Москве и стоял в очереди за билетами. Соответственно, в командировочной, в легких ботиночках и прочее, прочее. На игру он попал, но голос он тогда потерял. Вот. И, тем не менее, вот, наверное, у него я научился тому, что Голос — это не главное. Потому что он умудрялся и не очень может быть там как-то, Хотя он неплохо играл на детали. Но, тем не менее, и, соответственно, вот с тем, что было с голосом, Он, то есть я просто млел зачастую от многих вещей, которые он пел. И его интонации до сих пор у меня. То есть вот, все равно вот это вот, то есть я, это школа Николая Анатольевича Черкова. То есть я слушал, как он поет, я слушал, как он интонирует, Я слушал, как, что он вкладывает. Вот. И это, конечно, со мной осталось. Вот. Это вот, если брать так, то один из самых повлиявших на меня в этом отношении людей. И он меня, он, понятно, что там он руководил клубом, Понятно, что он возился со всеми, кто там был, с молодежью. Вот. Он очень много мне дал, потому что он мне подсувал. Вот тебе Берковский. И я подбирал Берковского. То есть практически вот у меня кассету он мне давал с концерта Берковского. Я снимал всю кассету. Домашнее задание. Да, ну не домашнее, нет. Ну, понятно, в кавычках. В то время мне достаточно было там один раз переписать текст песни. Вот. И подобрать, и все. Я ее запоминал, и тогда все это было гораздо проще, чем сейчас. Сейчас мучаюсь жутко. Сколько ты песен мог в месяц выучить? Ну, штук 30. И как? И быстро, да? Как у тебя этот процесс? Ты отсеивал, отсеивал, как происходил отсев? Вот эту песню хочется петь, а эту не хочется. Было такое? Берковский зашел весь. Нититин зашел весь. Устинова я просто на концерте был. Потом забылись некоторые песни. То есть я просто не помню, что я их помню. То есть зачастую. Но вот если так вспомню, совершенно просто это была кассета, которую я слушал, заслушивался. Это не могу найти запись именно вот этого концерта. Это диктор в Самаре. Они тогда проехались по нескольким городам, но в Самаре у них был самый большой. То есть у них ансамблик был, две плейты, две гитары и рояль еще. То есть это все. Я влюбился, и это было сложно подбирать, потому что диктор, в общем, он сложные песни брал в работу. То есть тот же человек, который на меня очень сильно повлиял. Хотя, ну, понятно, что я его знал, он меня не знал. Но мы виделись, по крайней мере, на Грушинском фестивале. Один раз он играл на моей гитаре. Вот, это, да, когда у него полетела струна. Это жива еще гитара? Нет, гитара не жива, к сожалению, да. Гитара, на которой играл диктор. Это, да, но все равно она была. И, ну, вот, Висбор, Висбор, понятное дело, но с Висбором с записями было гораздо хуже. Почему-то, не знаю, вот, какие-то старые, там они не очень заходили. Вот, но, тем не менее, Висбор много. Ну, Берковский, Никитин, это, конечно, было вот и все, потому что, опять-таки, по ним я учился. А потом появились и Василий. Ну, вот давай, мы что-нибудь сейчас вот из этого круга. Берковский, Никитин, Висбор, да, можно? Это вот из тех песен, которые мы пели, в том числе и хором. Я строю замок на песке, Я знаю все на грани срыва, А мы шагаем над обрывом с тобой вдвоем. Рука в руке, И строим замок на песке, Я знаю все у нас не так, Не порочен и сшепуч фундамент, И насмехаются над нами, И говорят мне, брось, чудак. Зачем ты взялся строить замок, На эту сумету и барак ты не построила бы никак? Из всех строительных контор, Сбежались к нам прорабы скоповые, Спорят, перенять ли опыт, Или не видеть нас в упор, А попросту глазами хлопать. Из всех строительных контор, А замок на песке растет, Он так прозрачен, так изящен, Начальство строят не иначе, Народ судачит в ворот, А ты молчишь, И только плачешь, Боишься замок упадет. Кричат нам, все у вас не так, Все разлетится на куски, А замок реет над обрывом, Всем предсказаниям вопреки, Его поддерживают крылья. А незвучие песни Я строю замок на песке, Я знаю все на грани срыва, А мы шагаем над обрывом с тобой вдвоем, Рука в руке, И строим замок на песке. Опять эти слова скажу после, Потому что из тех, Которые давно не пел песен, Скажу после перерыва. Обращаюсь к радиослушателям, Дорогие слушатели Барт-радио, Мы находимся в Санкт-Петербурге, В саунд-кафе Лады, И у нас творческая встреча Под парусом, С руководителем клуба паруса, Руководителем Барт-радио, Сергеем Нотиком. Да, кстати, Это, по-моему, ни разу не прозвучало, Ведет эту встречу Лев Юфит. Да, А поскольку, да, Виноват И ведущий сегодняшнего вечера, Я как-то привык в начале передачи Обычно говорить об этом, А сегодня такая необычная для меня самого передача, Когда вот вроде как Я не в эфире, Сижу в зале, А на самом деле эфир. Что надо, Какой должна быть песня, Вот все-таки я хотел, Чтобы ты сформулировал, Это для меня очень важный вопрос тоже, Что надо, Чтобы песня стала твоей? Как ты это понимал 30 лет назад, Как ты это понимаешь сейчас? Есть ли разница? Если тогда ты об этом не думал, То что ты думаешь об этом сейчас? Ну, наверное, вот идеал песни для меня, Давай я ее спою, А потом, может быть, скажу. Юрий Висбор. Обучай играть на гитаре Ледокольщика Сашу Седых, Ледокол по таросу ударит, Саш крепче прихватит лады, Ученик мне достался упрямый, Он струну теребит от души, У него на столе телеграмма, Разлюбила, прощай, не пиши, Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит, В нее и гарка, мадам, Лос-Дудинка, Иностранный поселок Тексин. Я гитарой не сильно владею, И с ладами порой не в ладах, Обучался у местных злодеев В тополиных московских дворах, Но для Саши я бог, между прочим. Без гитары ему ни житье, Странным именем Висборг Иосич, Он мне дарит почтение свое. Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит, Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, Иностранный поселок Тексин. Ах, коварное это коварство, Дальнобойный имеет гарпу, Оборона теперь и лекарства, Сингитарных потрепанных строй. Говорит он мне, Это детали, Но ошиблась в своей суете, Обучаю играть на детали, И учусь у людей доброте. Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит, Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, Иностранный поселок Тексин. То есть песня должно быть какое-то, Вот эта песня, она построена по жанру, То есть как сценарий, То есть там есть все, Есть завязка, Есть где улыбнуться, Есть где сопереживать, Есть где поговорить, Есть где попеть, Есть катарсис, Есть выдох в конце, То есть вот, Вот она выверенная, То есть она и простая, С другой стороны, То есть ничего вроде сложного в ней нет. Вот, и, конечно, вот, Наверное, и это в первую очередь, Потому что Есть много замечательных песен, Хороших авторов, Которые, Вот меня это всегда удивляло, Не буду уж говорить, Там это вот все, Замечательная песня, Я бы ее спел, Но вот, А в конце, А где конец-то? Вот, То ли у человека, Как-то вот, Просто слова закончились, То ли что, Нет вот этого, То есть и песни, Как бы, И ни о чем, Все хорошо, Слова, Рифмы, Стихи неплохие, Нет, Нет вот этого, Завершения, Вот, То есть все равно, Для меня, Конечно, Я пою и такие песни, Но это так, Не для концертов, А для компании и прочее, Но та же песня, Леша Ивашенко первая, Вот она же, Она вот, Вот там все есть, И вот так, И вот так, То есть те песни, Которые, А это какая первая? Которую я, А, Которую ты сегодня пел, Да, Которую я сегодня пел, Первую песню, Нет, Которую я сегодня пел, Когда настроение в песне может швыряться, И туда, И туда, От каких-то юмора, До каких-то трагических вещей, Я сейчас знаю, Что я хотел предложить, Наша первая часть подходит потихонечку к концу, А когда на спортивной мы путешествуем сегодня так виртуально по Волге, У нас Жигулевская кругосветка сегодня, И когда заканчивается там какая-то первая половина дистанции, Уже ночь спускается, огни зажигаются, А на берегу зажигаются костры, И делаются, Если речь идет о спортивной кругосветке, То там какие-то контрольные пункты, Они освещаются костры, Если нет, То просто люди делают привал на берегу, Значит, разводят костры, Наверняка сидят у костра, Поют песни, И вот наверняка там, Может быть, Песни поются разные, Как это не только песни размышления, Но и песни настроения, Давай сейчас присядем к такому виртуальному костру, И что-нибудь такое, Что бы ты спел у костра? Ну, вот давайте перед перерывом, Я спою, наверное, самую туристскую песню, Из всех, которые у меня были, Так, не влезает, Я ее еще не выучил до конца, Это гениальное совершенно творение, Вот сейчас влезет, Вот, это написали настоящие туристы, Люди, которые, вот, К сожалению, оба ушли уже от нас, Это Сергей Анцинов и Юрий Панишкин, Сергей Анцинов Самара, Юрий Панишкин Тольятти, Вот, написали они ее, Как и положено для туристской песни, Написали они ее в походе, Когда поехали, значит, Сплавляться в Канаду, То есть в настоящей Канаде, Они побывали, И вот, буквально, Записали все свои ощущения, Причем все согласно настоящему канону, Единственное, чем мы отступим, Настоящая туристская песня, Конечно, вот, Две последние строчки каждого куплета, Они должны повторяться хором, Желательно, раз, два, три, Но мы тогда ее, Тогда как раз на все, На весь перерыв, На второе отделение, Как раз она и затянется, Вот, поэтому, вот, Настоящая туристская песня, Юрий Панишкин, Сергей Анцинов, Уснул весь дом, А город еще спит, Да, вот, туристская песня, Здесь эффектов не надо, Вот, да, это, ну, как, Какие у костра эффекты, Ну, что вы, Вот, она должна звучать, Вот, уснул весь дом, А город еще спит, И пассажиров нету на дороге, А наше сердце бьется и стучит, Оно болит от счастья и треводи, И лишь с утра поднимется рассвет, Мы тоже встанем и пойдем в дорогу, И нам пошлют задумчивый привет Все те, кто нас любили понемногу, Обнимешь ты березку и сосну, Прощайте, скажешь, девушки и братья, И улетишь в канадскую страну, Где каждый день живут одни канадцы, А если ты при них заговоришь, Они тебя понять уже не смогут, И потому смеешься и молчишь, И лишь глазами смотришь на дорогу, Роса сырая сохнет на весле, Горит костер неярко и упруго, Товарищ мой обнял меня во сне, Как будто я была его подруга, Таким, как он, мне хочется сказать, Что надо быть спокойным и упрямым, Что ведь порой от жизни получать Не письма, так хотя бы телеграммы, Когда разлуки, кончится туман, Когда вернемся, дорогая Катя, Я подарю тебе катамаран, И мы его повесим над кроватью, Река вперед стремится не спеша, По берегам медведи, лоси, рыси, Я тут на днях с испугу кореша, Забыл про Катю, вспомнил о Ларисе, Мы каждый день плывем, Мы каждый раз плывем, который день, А с неба сыплют белые букашки, Лариса с Катей, если вам не лень, Вы передайте мой привет Наташке, От нас какая польза для страны, Не дай вам Бог сказать об этом детям, Налево горы, справа и стороны, Ну ладно, хоть в лицо попутный ветер, Мы у костра тихонечко молчим, Ладони в пальцев тянем к сигаретам, Канадский филин ухает в ночи, Что характерно с чумовым акцентом, А если ты напомнишь о еде, Завхоз защурит очи за очками, И будешь ты в такой караганде, Где пастушок макар вдвоем с телками, Ну вот и все, кончаю наконец, А значит песня до конца не спета, Наверное, хороший молодец, Не пропустил ни одного куплета. Сергей Нотик у нас в гостях, дорогие друзья, Хороший молодец, самый настоящий. Наша первая часть подходит к концу, И в общем, на этой оптимистической ноте, Да, как принято говорить, Но вообще оптимистических нот у нас сегодня, Я надеюсь, все-таки больше. Мы сейчас прервемся, А во второй половине нашей встречи Мы поговорим о том, Как же все-таки Тольяттинский парень Сергей Нотик Оказался в Ленинграде, Ну в Санкт-Петербурге уже, Мне как-то привычнее говорить в Ленинграде, Для тех, кто понимает. И там мы поговорим О жизни в Ленинграде, О работе, о клубе Паруса, О Барт-радио. Перерыв, дорогие друзья. Во время перерыва можно заказать Иду, кофе, пиво, Потому что кругосветка Это долгое такое испытание, И в правилах Скоростной кругосветки Написано, что Питание, Команда Питанием обеспечивает Сама себя В соответствии со своими Вкусовыми предпочтениями. В летней кругосветке У нас было, Что первый день выпили Вез запас водки. Это было традично, ребята. Это было во время... Сейчас, слава богу, все есть. Запасайтесь, дорогие друзья. Нам еще час путешествовать. В эфире Барт-радио. Дорогие друзья, мы продолжаем Наше путешествие. Занимайте места в шлюпках, В ялах, В своих командах. Мы продолжим Идти по Волге-матушке. Мы приближаемся К такому интересному месту, Которое называется Переволоке. Но прежде чем мы Там окажемся, Мы же еще одно Замечательное место Как-то прошли И пропустили. Это поляна Грушинского фестиваля. Да. Вот. Да, да, давай, Погоди. Значит, вот Вань Кожуков Это песнь Николая Шипилова, А замок на песте Это Берковский На стихи Большакова. Вот. То есть то, что пелось В первом отделении И то, что я не помню Слова сразу. Значит, продолжаем наше плавание. Дорогие зрители, Дорогие слушатели, Барт-радио. У нас сегодня в гостях Сергей Нотик В передаче Творческие встречи Под парусом. И с вами ведущий Лев Юфит. Я хотел спросить, Грушинский фестиваль. Вот это, наверное, Был первый такой фестиваль, На который ты попал. Или не первый. Ну, расскажи немножко о нем. Ну, во-первых, Когда я всем этим начал заниматься, Грушинского не было. То есть понятно, Что он был закрыт. Был переград. В 1880-го года, да. И открылся он в 1886-м году. Но до этого, до Грушинского фестиваля, Я успел побывать На Захаровском фестивале. Это Тольятинский фестиваль, Который проходит В Жигулях, Ну, вот, Напротив Тольятти. Как раз, Значит, И У Молодецкого кургана, Как это, У подножия Молодецкого кургана Он проходит. То есть тоже фестиваль, Посвященный памяти Туристов, Которые погибли там, Причем как раз В кругосветку В 60-х годах. Он старше Грушинского фестиваля, Но он такой маленький. Грушинский фестиваль Вообще, Какое место В жизни занимает? Ну, Громадное. Громадное, Потому что, Конечно же, Это То есть вот С 86-го года, Считайте, До того момента, Когда я уехал Из Тольятти, До 98-го года Я не пропускал Ни один фестиваль. Вот, Естественно, Я был там. Но Но ты и сейчас Редко пропускаешься. Нет, Все равно, Сейчас не каждый фестиваль. Единственное, Что, Конечно, Вот там Бывало, То есть, Многие туда приезжают, Там шатаются, Значит, Поют и прочее. Я же в основном Всегда слушал Или просто, Так сказать, Вот у себя в ладере. То есть, Для меня Грушинский, Это не столько песен, Несколько место встречи С друзьями. Потому что, Со многими из них, Даже когда я жил в Тольятти, Мы встречались только на Грушинском фестивале. То есть, Это вот самое ценное, Да? Да. Для тебя. И до сих пор. Поэтому для меня была, Конечно, Трагедия, Когда Грушинский разделился, Потому что часть друзей на одном, А часть друзей на другом. А тебе же там даже удалось Отметиться В числе лауреатов. Да, Было такое дело. Но это был как раз тот момент, Когда был раскол фестиваля, И поэтому В числе официальных победителей Грушинского фестиваля Я не числюсь. Вот. То есть, Я как раз был на том фестивале, Который потом был признан Неправильным. Да. Вот. А можем ли мы услышать песню, С которой ты там отметился? С этой песней есть одна беда. Я ее не могу петь. Там нужно иметь Очень хорошую дикцию. И даже когда я записывал ее на диск, Мы, Вот. Если все записывалось С одного раза, С одного дубля, То эту песню пришлось С трех дублей записывать. Как я ее умудрился спеть там, Жюри, Я не знаю. И, Ну, я правда, Я не смогу ее спеть. Ну, человек вообще, В такие экстренные моменты Он может превзойти свои возможности. Видимо, была такая вот Ситуация. Как я стал вариантом, Я тоже не понимаю, Потому что, Я, самое главное, Я потом даже, То есть, Я был удивлен, Я потом подошел В жюри, Так сказать, Вот, Которое главное там уже было, Там Саша Иванов Тут с Калининграда, Я потом к нему Электрички вместе ехали, Я подошел, Сказал, А почему я? Он сказал, Я не знаю, Я вообще против, Голосовал. Но все были за. Вот. Вот. То есть, Потому что были достойные, Не, Я хитрый. Я пошел в номинацию Композитор. Потому что исполнителей В то время было, Как собак нерезанных, И авторов в то время Уже было, Как собак нерезанных. А композитор, Это всегда такая номинация, Где, В общем, Локтями меньше толкаются, Меньше народу. Поэтому я пошел туда. Вот. Но тем не менее, Там все равно были Очень сильные ребята. То есть, Вот я с трудом Обошел Лешу Неживца, Вот. Который стал В том году Дипломантом. Вот. Хотя, Я считаю, У него песня была лучше. Но вот так получилось. Дорогие друзья, У нас, В нашем плавании, У нас есть возможность, Поскольку мы На близком расстоянии Друг от друга, И вопросы тут, Можно было сказать, Вопросы тут задаю я. Но вопросы задаю не только я, Вопросы можете задавать Тоже нашему сегодняшнему гостю. Два вопроса у меня От гостей есть. Один вопрос Из зала поступил. Ты можешь ответить, Откуда фамилия, Нотик, взявайся? Ты знаешь что-нибудь об этом? Ну, Сложно сказать. Понятно, Что у фамилии У самой, конечно, Белорусские корни. Вот. Ик, Там, Чалик, Там, Кто там еще там бывает. Ну, в общем, Это такое. Но, В общем, Тем не менее, Нотики в основном Евреи, конечно. Ну, Равно как и Юфиты. Но я своей фамилии Вот совсем ничего не знаю. Хотя мне ее Как-то переводили С идише, Но я не запомню. Нет, Здесь какая-то Производная, Ну, Точно так же, Как у Лерки. Окунь. У нее же была, Так сказать, Из, 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 Коинов, Как бы, Производная, А в результате, Да, Окунь. Вот. Это тоже, Так сказать, В Белоруссии По большому счету, Да, Трансформировалась. Ну, Белорусы, Они просто, Они люди простые, Они, Вот, Как им более благозвучен, Так они и произносят, Оно утверждается в результате, И устаканивается. Такая фамилия. Второй вопрос, Давай я сразу задам, Хотя разговор у нас будет О Барт-радио И Барт-афише Чуть попозже. Барт-календаре. Барт-афише, Это не мы. Да, Наверное, Ну, Да, Наверное, Речь идет о Барт-календаре. Вот почему, Спрашивает Заир Рудер, Известный человек В нашем городе, Руководитель, Клуба Востоков В конце 90-х годов, В начале 2000-х, Почему в Барт-календаре, Который вы ведете С Анастасией Евграфовой, Нет места Для концертов, Известных и заслуженных Бардов? О предстоящих концертах Дольского, Городницкого, Кима, Митяева, Камбуровой. Вы не хотите, Чтобы об этом знали Любители авторской песни? Можешь прокомментировать вопрос? Да, могу прокомментировать. Просто, Когда затевался этот проект, В общем, Была идея о том, Что большие концерты В больших залах Они и сами себя Прорекламируют, Потому что реклама Есть и в городе, И прочее, И прочее. И дорогие концерты Точно так же Как бы, То есть, Ну, Есть. Поэтому мы в основном Стараемся рекламировать Концерты, Вот, Доступные для тех людей, Которые нас читают. Вот. Поэтому у нас вот Какая-то такая Ценовая планка, Она поднимается, Конечно, Постоянно, Эта ценовая планка Туда, 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 Туда. Вот. Но, Тем не менее, Она как бы существовала. Я не скажу, Что это вот догма, Которую там вот Мы решили, Так и прочее. Но пока Как-то вот этого Придерживаемся. Ну, Я же могу еще сказать, Что, конечно, Основная заслуга Введения Барт-календаря Не моя. Я как бы Лишь поучаствовал В его зарождении. Вот. И, конечно, Все, Что там ведется, Девает Настя Ивграхова И за это Игром Одное спасибо. И Барт-календар Отметил свою годовщину Несколько дней назад. Четвертую, Да, Если не ошибаюсь. Поэтому читайте Барт-календарь И если вы хотите Знать О каких-то Интересных встречах, Там их много. Мы подходим К интересному месту, Которое Называется Переволоки. Это место, Где надо Перетащить сюда Из одной реки В другую, Дабы продолжить Путешествовать По течению. Я хочу спросить Сейчас Сергея, Как получилось так, Что В 98-м году Такая Переволока В его жизни Случилась И он Переволокся Из Тольятти В Санкт-Петербург И Было ли это Продолжением Движения По течению Или Течение Изменилось Ну Здесь Здесь Честно говоря Вопрос Политический Был Причем Не в смысле Там В каком-то Этому А в чистом Виде Во-первых Мы С женой Решили Подзаработать Денег И Поучаствовали В предвыборной Компании Но На Стороне Человека Который Не победил Вот И соответственно После этого Она потеряла Работу Ну Политика Да Во-вторых В то же время В девяносто восьмом Году Была очередная Попытка Обанкротить Вас И Волжский Автомобиль Не вас А вас Но Получилось Вот это Да То есть В результате В Тольятти Просто исчезли Деньги В принципе То есть Люди Не получали Зарплату А соответственно Я занимался Компьютерами Если Люди На заводе Не получают Зарплату То денег Деньги Исчезают У всех Вот И Как бы Вот Там С февраля Март Апрель Май Июнь В общем Все были Без копейки И Давно Уже Зрела мысль Что В Питер Мы ездили Во все отпуска Да То есть Вот отпуск Это Питер И Конечно Я влюблен В этот город Был уже тогда И Просто решили Что Все Надо двигать Ну Так Случилось Конечно Что В то время Когда я ехал Сюда В поезде Случился Дефолт Это Кстати Спасло Волшеб Автомобильный Завод Банкротство Но В результате Все разговоры О работе Которые У меня Были О том Куда Я пойду Сюда Работать Они Канули В лету Поэтому Дорогие Друзья Я умею Различать Хороший Каменный Уголь Плохого Потому Что Я Поработал Стопняком Вот То есть Я тогда То есть Можно было Конечно Все бросить И поехать Обратно Но Я тогда Решил Что Я Вот Все Я Я Я Лягу Косьми Но Я Остану Здесь Ну В общем Косьми Я тогда Почти Лег В том Смысл Что Я Тогда Килограмм 70 То есть Я Похудел Хуже Было Не особо Есть Чего И Самое Интересное Что Тогда Начали Писаться Песни Вот Когда Я Работал Стопняком Наверное Это Вот Как У Цоя Вот И У меня Тоже Как-то Это Повлияло Показать Да Могу Показать То есть Вот Самая Первая Песня Которая Родилась В Питере Я Взял В качестве Образцов Своего Творчества Я Принимал Участие В издании Многих Книжек В городе Тольятти В том Числе Поэтических Сборников Своих Друзей Ребят Знакомых И То есть Я их Верстал И Я их Взял С собой В качестве Как Это Портфолио Вот И Соответственно Вот Лежа Без еды Так сказать В комнате И Имея Эти Сборники И Их В очередной Раз Пролистывая Вот Я Понял Что Вот Тут Вот Родилась Песня Это Стихия Тольяттинского Поэта Алексея Алексеева А музыка Не знаю Чья Ну В общем Я их Как-то Соединил Короче Песня С таким Символическим Названием Сорок Первый Возвращаюсь Домой Сквозь Полуночный Мрак И Крадется За мной Сексуальный Маньяк В абсолютной Тиши Убыстряю Свой шаг А Вокруг Не души Только Этот Маньяк Светят Тысячи Звезд Возбуждая Бродяг Забегаю В подъезд За мною Маньяк По ступеням Скачу И кричу Ему Так Обратитесь К врачу Нехороший Маньяк В настигающий Виск Устремляю Кулак И по лестнице Вниз Отлетает Маньяк В темноте Чердака Расчленю Маньяка Ставлю Памятный Знак Сорок Первый Маньяк Вот такая Кровавая Песня Родилась Не знаю Уж имеет она отношение К авторской песне Ну Что такое Авторская песня Тема отдельного разговора И так жизнь пошла Не очень по течению Да Как бы Жизнь пошла Против течения Тут понимаешь В чем дело Я еще в Тольятти Когда был То есть Большинство моих друзей Они были старше меня Вот так получилось Что я пришел в КСП Вот А Все люди Которые там были Они старше лет на 5 На 10 Вот То есть Моего поколения Практически не было Там вот пришел Только вот Несколько человек Чуть младше Там еще Вот И Большинство друзей Было старше И Соответственно Там Ярос Они как бы Росли И прочее И наблюдая за ними Я понял одну вещь Что Нужно всегда То есть Одно из основных Качеств человека Должно быть Умение вставать Если упал Потому что Вот Те кому это удавалось Они продолжали дальше А те кому не удавалось То есть Потому что Ну Все понятно Что для русского человека И водка В общем Это лучшее лекарство Но К сожалению Вот Как раз тем Кому не удается вставать Они так вот И скатывались И Поэтому Для меня Это было очень важно То есть Вот Я И сейчас Как бы То есть Начав с нуля Я не побоюсь Двигаться с нуля Что Что Является Той силой Что помогает Что заставляет Вот Когда бывают Дни Когда опустишь руки Да И нет Ни слов Ни музыки Ни сил А что есть Что помогает Подняться Слушай Ну У меня Несколько Несколько таких было Понимаешь Иногда Это даже Азарт Иногда Даже азарт Потому что Вот Проработав Достаточно успешно Как бы там Даже в Питере Уже Уже в Питере Когда я Значит Проработал Там Во все эти То есть Это профессиональные Уже Как бы Вещи Там И так далее И так далее Там В общем Как-то засветился Там среди дизайнеров Может Не шибко Не так Как в Тольятти Когда там Каждая собака Наверное Знала Вот Я взял И ушел То есть Решил Что я хочу Опять Начать С нуля Вот И взял Ушел Во флексографию Вместо того Чтоб там Технолог Там Или там Значит Там Дизайнер Припрессчик Там Кем я был Всегда Я ушел На вывод Упором Просто То есть На Самую нижнюю И опять Оттуда Вверх Потихоньку Пробивался Пробивался И вот Сейчас Я технолог Был даже Исполняющий Обязанности Главного Технолога В одной Стипографии Да Причем Так Вполне Успешно Но это В профессиональном Плане Да В плане Человеческого Развития И творческого Развития Да Как Происходило Здесь Слушай Ну Ты знаешь Просто Вот Ты же говорил Что ты на долгое Время Вообще Вот Как Ты из песни Ушел Да Как можно Уйти из песни Нет Тут ситуация Какая То есть Ну вот Есть особенность То есть Для того Чтобы Питере Стать своим Вот в этой среде Нужно достаточно Много времени Вот Времени Сил И так далее И так далее У меня тогда Не было Ни времени Ни сил Потому что На это Потому что Нужно было Как-то Научиться Зарабатывать Деньги В том месте Где Я Понятное дело Что все силы Направил туда Но при этом Я конечно Я не переставал петь То есть Я пел дома Я учил новые песни Я там что-то делал Другое дело Что я не ходил В клубы Никуда не высовывался Там А когда я понял Что мне Мало того Что я просто Там пою Четырем стенам Наверное Вот это был Может быть Первый Такой Как-то Тук-тук-тук Барт-радио По-следующему Я просто Набрел На то Что есть Там Видеочаты Где в том числе Там творчество Там разные И прочее И я Соответственно Делал трансляции Видеотрансляции Где пел песни И так далее И вполне даже Успешно То есть я То есть вот Садился там Дома Бэб-камера И так далее И вот у меня там Песни Народ собирался На это дело Слушал Ничего так Иногда человек Ну давай Споем что-нибудь Народ собрал Слушает Давай Покажем кусочек Такой трансляции Да Вот И так даже В Тольятти Я же пел То есть у нас был Ансамбль И прочее Мы То есть раскладывали Песни на гитары На голоса И прочее Я переехал в Питер Я один Вот И поэтому Мне многое из того Что мы тогда делали вместе Мне пришлось делать Все это дело На одной гитаре Вот И как раз Вот Из тех времен Когда То что мы играли На две гитары Переложено на одну Так незаметно Постепенно Я зарастаю Я зарастаю Пустотой Часы идут Но ничего не происходит Песок течет И все И сердце И сердце бьется Кровь струится И селезенка Йок-йок-йок И день за днем Идет процесс пищеварения И больше ничего Так незаметно Постепенно Песок сквозь дырочку Идет И я Умру И напишу вам всем Записку Чтобы вам не жить Как мне И вы поймете Что вообще-то Я неплохой был человек Вот только Жаль Что незаметно Постепенно Весь пустотой Зарос По самый Нос По самые Уши Весь пустотой Весь пустотой Георгий Васильев Алексей Ивашенко Практически С закрытыми глазами Игра Вот я для слушателей Барт-радио Да и для тех Кому не очень хорошо Хорошо видно В зале Да Совершенно Оцените Качество исполнения Ну вот Ивашенко и Васильев Да Мы уже упоминали В первой части Нашего путешествия Эти фамилии возникали Да Вот мне кажется Что это вот Ну наверное Самые твои авторы Я не люблю Слова Любимый автор Ну что какой Любимый автор Не любимый автор А автор Чьи песни Наиболее точно Попадают в тебя И становятся твоими Наверное как-то так Да Ну ты знаешь Мне просто повезло Что я с ними познакомился Еще в Тольятти Еще в Тольятти То есть понятно Что когда С самими Да 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 Понятно что там На Грушенко фестивале Когда они тогда приехали Ничего не завоевали И были на Чайхане Но они не завоевали Просто потому что Они не попали на прослушивание Не успели Вот Так конечно же Они были Это какой Примерно год В 86-й В 86-й Вот То есть Они приехали Не успели на прослушивание Их соответственно Не пустили в конкурс И они пришли на Чайхану И все И там они Взорвали всех То есть Мы тогда их не слышали Вот так Потом приехал из Москвы Приятель Валера Бурляй Ну как Я тогда его еще не знал Он приехал И значит В клуб писался Он оказывается До этого ходил Просто потом Уехал в Москву учиться И учился в МГУ И он оттуда приехал И привез кассету И все это было И тогда конечно Да Все это Повалилось И да Иваченко с Васильевым Конечно Это любимый И когда был у них концерт В Тольятти Два концерта Было два дня Они не повторялись Практически вообще На одном На другом концерте Был Хороший зал Большой Вот И как раз между То есть Суббота Воскресенье Между У нас были Такие посиделки В достаточно Неформальной обстановке Где в общем Можно было Пообщаться Посмотреть на них В живую А чем они цепляют Вот ты можешь Как-то объяснить Понимаешь Ну вот Вот представьте То есть Вот я там Ну ладно Я там спел И несколько Вспомнил одну Из их старых песен Которую они уже Там забыли Они Ох Слушай Мы ее уже Там сто лет Не пели Никогда Да Точно Была ведь Такая песня Вот Классно Вот И все То есть Ну Были вечер Там Куча народу Вокруг Вот А потом Значит Я уже переехал В Питер И тут О Концерты Ивашенко С Василием Это был По-моему Чуть или не их Последний концерт Потому что Они как раз Тогда садились Заделать Норд Нордуст Вот И я На этот концерт Пошел Несмотря на то Что там Последний день Где буквально На это дело Грохнул Пробрался За кулисы Меня это Очень удивило В Самару За кулисы Очень сложно Пробраться А тут я Значит Это А вот Там Алексей Игоревич С Георгием Леонардовичем А бабушка Которая Значит Охраняет Этот вход За кулисы Она говорит А пожалуйста И я такой Это Питер Это Питер Вот И что там Дальше Значит Еще Леша Гоша Это К вам И я туда Захожу Вот Они говорят Слушай Мы Говорит Смотрим Что ты В Питере То делаешь Вот Как То есть Люди Абсолютно Ну Не знаю Совершенно волшебные В общении Простые Не в смысле Простоты Вот Не в этом А Открытости Открытости Да То есть Я не знаю Я То есть Вот так То есть Я Вот Этим Я Не думал Что они Там Вспомнят И прочее Но Как-то Я Вообще Как-то Непривычный Я Даже Когда Фанат К примеру Я Такой Фанат Тихий Я Где-нибудь Сторон Но Все-таки Была Песня Да Пустотой Зарос По-самоно По-самоно Удалось Не зарасти Пустотой Да А благодаря Этой песне Отчасти То есть Вот Тот случай Когда песни Лечат Потому что Вот оно Вот Ты ее поешь И ты Из этой пустоты Ты оттуда Вытаскиваешься Вот И конечно Таких песен Много И это тоже Одно из важных Как бы Вот вещей Какие песни Берут И дальше Появился Клуб Парус Да Значит Я совершенно Случайно Меня туда Затащили Я Я когда Приехал Я прошелся По клубам То есть Я Был То есть Меридиане Заходил В восток Один раз Был в четверде Колумбинский Это вспомнил Да Помнит Да Значит Но так В основном Мне это То есть Хотя Общения были То есть Вот Из Меридиана Ребята Там С тем Я регулярно Как-то Так виделся То есть Ну это На квартире Уже Не в клубе Вот У друзей У знакомых Вот У Саши Сурнина Вот А потом Меня просто Взяли за руку И сказали Вот Вот Такой Классный Клуб Давай Пойдем Я туда Пришел Посмотрел На все Это Дело Вот Меня Послушала Лера Значит Все Там Давай Давай Приходи Приходи Но Я так И не Появлялся Еще Где-то Полгода Кто Не Знает Речь Идет О Валерии Окунь Которая В общем У истоков Клуба Пока Меня Значит Еще Раз Значит А тебе Спрашивают Там Все Ты Пропал Там И прочее Меня Второй раз Вытащили Лера Поступила Очень Просто Она Сказала Значит Так Все Ты Этот Водяной Значит Мы Тут Делаем Капустник Новогодний Все Ты Не Отвертишься То 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 Меня Вот Так За Лодку Взяла Значит И Все И В общем Она Меня Обратно Вернула Во все Это Вот И Там Я Познакомился То Есть На Этом Представлении Я Познакомился И С Ирой Канареевой Вот И С Синельниковым И С Юрковым Значит И В общем Я Я Туда Влился В бар Такого Парус То То Лерка Меня Вытащила Она Умела Вытаскивать Людей И Она Меня Туда Вытащила Да Ну Давай Убери Да Чего Небудь Чем-то Так Заманил Заинтересовал Леру Слушай Ты знаешь Может быть Может быть Как раз Когда я спел Сентябрь Потому что Она сказала Я знаю Автора Этой песни Вот Потому что Хотя Уже Октябрь Конечно И она Познакомила Меня Потом Со Второй И Снова Сентябрь Позволит Прекрасные Долгие Речи И осень Расплатится Поднаде Золотом За то Что разлучьи Длиннее Чем встречи И снова Дожди Побегут По бульварам Ветры Пригонят Забытые Слухи И осень Расплачется В сквере Тестаром О том Что длиннее Чем встречи Разлути На влажных Асфальтах Ночных Перекрестков Закружится Музыка Прежней Свободы Как верить Легко Как Надеяться Просто До нового Лета До нового Года А если вернее До осени Новый До музыки Нежной До ясной Печали Однажды Поймем Что ко встрече Готовы Во имя Прощания Во имя Прощания Во имя Того Что останется Память Прекраснее Я Острее И резче Во имя Того Что сменились С местами И стали Разлуги Длиннее Чем встречи Во имя Сентябрьского Влажного Неба И первых Приездов Пустые Олеги Пока Еще след Не потерян Под снегом До нового Года До Нового Валета Та Ла Ла Да 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 elite Club Лет Чёт Blessed ты пока говори а я найду вот я и ты я это сейчас и найду вообще песенная жизнь в питере и песенная жизнь в тольятти показались тебе похожими непохожими какими разными что что тебе удалось обрести здесь чего не было там нет если такое бы конечно разные разные то есть все-таки питерские и тольятти но и провинциальные может быть клуба они отличаются я не скажу там какой-то там душевности прочее но но слушай я не знаю даже как сказать вот у нас это был такой клуб друзей в первую очередь в первую очередь и в общем он достаточно ограниченный был но у нас был там 10-15 человек при этом устраивали совместные концерты но это концерты это были представления то есть ну там примеру там одной из них фотографии даже остались выходит значит выходит значит мальчики ставят стулья выходят девочки а вы потом вы выходят девочки выставляют несколько стульев уходят выходит мальчики снимают ботинки становятся на стулья выходит девочки взгляд ботинки становятся перед стульями И все выходят с папочками. Выходит два человека с гитарами, садятся. Выходит человек в ушам, в ламках и с двумя кирпичами, и садится на полежка перед всем этим. Он изображает Дерасима. Мы всей этой толпой открываем и начинаем на голоса, начиная, по-моему, это было... Господи, что-то там из Бетховена начиналось, но потом было «Зачем Дерасим утопил муму?» «Своё муму-му» Да, да. При этом, поскольку мы не знали оригинал, то есть то, что написали Кортников, мы не знали, кто это такие. Для нас просто приехал человек, что «Ой, я такую песню слышал в Москве, значит, всё, там, зачем Дерасим утопил муму?» «А дальше слов не знаю». Но мы поняли суть, и поэтому мы написали свои слова, конечно же, на эту же музыку. Они изрядно отличались от этого. Он привязал к муму два кирпича, два кирпича к одной муму. К одной муме теперь мума лежит на дне. Я слышал эту версию. То есть, вот такого рода, значит, были. Это вот часть была, значит, там «Цыганский табор» мы там изображали. И много очень хоровых, конечно, было песен. И это был ваш клуб только такой? Или вот все клубы были такие? Нет, 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 это были другие. То есть, вот, к примеру, там «Юбилей тур-клуба», значит, они там делают свои представления. Выходит клуб «Пару», значит, делает свои представления. И выходит там клуб «Надежда», значит, делает свое там поздравление, значит, другому клубу, значит, с таким этим. То есть, в принципе, это вот то, что делал, помнишь, «Рыцари гитары и пера»? Сергей Погорелый. То, что делал Сергей Погорелый. Вот это очень близко к тому, что вот делал он. Но нужно учитывать, что Серега-то он тоже как бы не из питерских. Вот, поэтому вот такой вот был. Но ведь и в «Парусе» Лера Окун делал. А у меня не хватает на это запавок, к сожалению. Нет, я к тому, что ты попал, ты попал, вот, может быть, вот... Да, 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 конечно, потому что были капустинки там, да. Ты не зацепился ни за «Меридиан», ни за «Четверг», да, вот, зацепился за «Парус». Может быть, потому что «Парус» был вот ближе всего к тем тольяттинским, да, вот как из твоего рассказа. Хотя я не знаю тольяттинских клубов. У меня в последнее время возникает вопрос. Там уже нету. Уже нет, да? Да, к сожалению, практически нет. Хотя нет, там же молодые ребятишки сейчас есть. Клубов, клубов. Тех, которые были тогда, не осталось. Там сейчас молодые ребятишки, да, там есть те, кто делают. Клубы, да? И фестиваль, да. И вообще клубов. Тех, которые были тогда, в общем, да. А новые появляются? Да, да, да. Есть из молодых. То есть молодые ребята, они даже фестиваль там проводят в Тольятти зимой. Как оно? «Зимой близко» называется. Вот. В общем, очень неплохой такой фестивальчик. Вот. Ну и разные там. Все равно, что все равно вертится. Люди-то есть, как бы. И поэтому все равно это может там на кухнях у кого-то, может у кого-то. Но все-таки это как-то вот крутится. Вот. Поэтому вот оно... Автор нашел? Никуда не девается. Автор нашел? Да, стихи Натальи Горбатовой, вот с ней, с нейлера меня познакомила. Музыка Татьяны Васильевой, она в Испании живет. Татьяна Ходокова. Мне вообще хотелось спросить про клубы. В последнее время у нас какая-то тенденция наметилась, что у нас у многих людей уже... Раньше можно было сказать, да, лет 10-20 назад. Вот этот человек из Востока, этот человек из Меридиана, этот из Четверга. Сейчас мы очень часто бываем в разных клубах. И практически мы... Многоклубцы. Мы многоклубные стали. Мы в ладах, мы бываем в Востоке, мы бываем в Щукунчике, мы бываем в пантографе, мы бываем в старой новогоднем капустнике Игоря Кармановского. Это особая такая статья творческое объединение «Примус». И нужны ли сейчас, на твой взгляд, да, как... Нужно ли, чтобы клубы... Может быть, это все уже устарело. Может быть, клубов как таковых нет, а есть вот какое-то сообщество людей, которые просто в разных... Вот сегодня мы сидим в саунд-кафе «Лады». Там через неделю, может быть, этим составом мы будем находиться в каком-то еще месте, в Африке. Не знаю, где... Ну, ты понимаешь, во-первых, нас стало... Как ты видишь это? С одной стороны, нас стало гораздо меньше. Это естественный процесс, когда люди уходят, а новых, к сожалению, не так много появляется во всем этом деле. И поэтому, в общем, все поняли, что нужно дружить. Поэтому вот в данный момент, по-моему, вот как бы, как это сказать, не дружба, а ну да, дружба, взаимопонимание, взаимовыручка между клубами, она просто очень и очень. То есть мы вот так вот вместе держимся разными клубами, и вот от этого никуда не деться, потому что надо выживать. Наверное, вот это может быть тенденция, да? Да, да, да. Нашего времени. С другой стороны, жалко, что вот... Хотя, тем не менее, вот то, что делает Кромановский, когда пусть на какое-то время, но собираются люди, которые вот делают какое-то одно дело все вместе. Вот. Я говорю, мне, к сожалению, не хватает... Мне не хватает часов в сутках, мне не хватает сил, потому что уже... Дни и в неделю. Да, дни и в неделю. Месяц в годовом. Да, то есть для того, чтобы... Потому что хочется сделать и то, и то, и то, и то, а уже сил на это не хватает. Поэтому вот я говорю, я в прошлом году, я просто, я понимаю, что я... Я очень жалею, что в прошлом году я совершенно забросил пару смыслопосиделок, которые были, их были одни всего в сезоне. Но реально просто я бы сдох иначе. Вот. Поэтому, например, переехали сюда в Лады, потому что здесь с некоторыми вещами проще. То есть на них не надо тратить время. Вот. А время... Я завидую себе молодому, когда я, в общем, хватало работоспособности, сейчас уже все-таки не то. Вот. Поэтому иногда приходишь с работы, единственное, на что хватает сил, это упасть и какое-то время полежать. Потом, конечно, встаешь. Иногда доползаешь до компьютера и что-то делаешь там. — Однажды, три года назад, во время одного из таких лежаний, у тебя возникла очень интересная мысль. Расскажи о ней, как она возникла. Это особенно будет интересно нашим слушателям, те, кто сейчас слушает нашу передачу на Барт-радио.нет. Да, как это возникла такая идея? Она раньше когда-нибудь приходила в голову? Или это было открытие жизни? — Нет, приходила. То есть, конечно, приходила, потому что можно даже посмотреть, что вот это вот радио на Волнорезе зарегистрировал года за два, до того. Но одно дело, когда я просто зашел, посмотрел, что из себя представляет этот сервис. Другое дело, когда я начал его реально копать и разрабатывать. А здесь, конечно, в первую очередь повлиял Денис Мачков. Дело в том, что Денис уже пару лет вел эфиры на разных интернет-радиостанциях, качуя от одной к другой. Но поскольку, честно говоря, на народу на этих станциях авторская песня не очень была интересна, то, в общем, его так это особо-то, в общем, это отпихивали. И он в очередной раз жаловал, что вот там, ну это... Я говорю, ну что ты, открой свою радиостанцию, и там веди свои эфиры, и все будет классно и прочее. Он сказал, это сложно все открывать, там, и так далее, и так далее. Я почесал ее. А я, значит, решил съездить на фестиваль, как он, на майские праздники-то. А, да, да, на мстинские созвучия, все, я собрался туда. Я даже на работе взял выходные и заболел. И, соответственно, я лежу дома, болею, никуда не поехал и прочее. Настроение... Хотя, с другой стороны, вот Лёва говорит, что я люблю путешествовать. Нет, это не так. Я диванное животное, вот, исключительно. Вот, и я, значит, на этом самом диване, значит, что называется, лежу, и мне... Я говорю, ну, открой свое радио. Он говорит, это сложно. Ну, я полез, значит, нарисовал логотип, переименовал эту радиостанцию небезвестную, которая там, ну, просто зарегистрирована была, она не работала, переименовал ее в арт-радио. Вот. Запихал туда песни, которые были у меня на компьютере, запустил. И сказал ему, вот, пожалуйста, можно работать. И сказал он, что это хорошо. Вот. Но у Дениски там времени не было, а я, значит, решил, ну, а что бы не провести. Пригласил вот Леву, и мы провели там такой эфир, часа на три, наверное, сидели, значит, болякали, пели песни. Почти так же, как сегодня. Вот вы видите примерно, как все это начиналось. Вот. А потом внезапно появились там, появился молодой парнишка, говорит, ой, как интересно, я тоже хочу это делать. Парнишка из города Александрово. Ну, давай попробуем. Давай сделать передачу, которую мы бы поздравляли с днами рождения. Например, значит, бардов. Ну, в любой же день есть какой-нибудь бард, который родился. Правда ведь? Ну, наверное, нет днях, которые... Много у нас их, больше 500, 600, поэтому на каждый день найдется. И мы придумали эту передачу, и он ее начал вести. Он, я, значит, все. Вот. Потом подключился Саша Тихонов. Николай Романов. Вот. Потом подключился Саша Тихонов. Типа, вот там я, значит, это... Давайте это... Потом... В общем, и так постепенно у нас набралось... Сейчас у нас больше 30, наверное, человек, кто работает над Барт-радио, а я в основном только так их стали наблюдать. Как ты видел Барт-радио 3 года назад, как ты видишь его сейчас? Что тебе казалось 3 года назад? Были ли у тебя какие-то планы, что вот это будет растеряно? Думал ли ты об этом? Как ты это видел? Нет, я говорю, мне... Вот это вот ощущение собирания головоломочки, вот оно... Оно у меня... Я говорю, оно и на работе присутствует. Оно и здесь, как бы. Вот я подбирал детальки, как бы, чтобы это вот заработало, заиграло и прочее. Ручку повернул, ключик повернул. То есть это как Бог создал человека, да? Да, черепаху. Вот черепаху, так сказать. Так, Сергей Нотик создал Барт-радио, которое мы сейчас с вами и слушаем, в творческие встречи под парусом. Сергей Нотик у нас в гостях, в саунд-кафе «Лады». Наше путешествие по Волге потихонечку подходит к концу. Мы уже, наверное, в Усе находимся. Да. Вышли в открытое, в достаточно широкие годы. Самый сложный переход. Во-первых, за 8 дней пути ты устал, опух, не выспался. А Уса обладает одной особенностью. То есть это вот город... Вот, к примеру, я вот сижу, вот там вот за вами, вот где это, там вот Волга и город Тольятти. А вот здесь вот так вот Волга течет, вот так, а вот тут вот Волга впадает под 90 градусов Уса, и здесь горы. Значит, с одной и с другой стороны. И ветер всегда дует в эту Усинскую губу. Поэтому, когда ты плывешь... Мне больше всего строчка понравилась «в лицо попутный ветер». И вот там всегда в лицо попутный ветер. И поэтому выгребать из этой Усы, пока ты не вышел в Волгу... То есть у нас бывали случаи, когда там вот эти вот там километр, народ по несколько часов шел. Ну, вот, кстати, да, вот в Захаровский фестиваль ребята погибли как раз там, вот на выходе из Усы, потому что просто не смогли выгрести. Вот. И вот это вот самое такое тяжелое. Последние вот это... Вот эти вот это... И да, бывали случаи, когда народ там... То есть понедельник на работу, А они приходили, значит, в понедельник в четыре утра. Значит, догребали. Что ты можешь спеть по этому поводу? Что... Ну, какие песни, может быть, поются, когда сил уже не так много, да? А еще что-то хочется сказать? Можно, да? Ну, поешь мы. Мы стояли с пилотом Ледовые проводки С ледоколу смотрели. На гаснущий день Тихо плыл перед нами Белый берег Чукотки И какой-то кораблик По зеленой воде Тихо плыл перед нами Белый берег Чукотки И какой-то кораблик По зеленой воде Там стояла девчонка По-простому одета И, казалось, в тот вечер Ей было легко И рукой Заслонившись От вечернего света С любопытством Смотрела На наш ледокол Вот и все приключенье Да и вспомнить Чего-то Пароходик Прошлепал Волонишка прошла Но вздохнул Очень странно Командир вертолета Философски заметив Вот такие дела Ледокол тот за старость Из полярти Списали Вертолетчик Женился На юде сидит Да и тот Пароходик Там ходит Едва ли И на нем Да девчонка Едва ли стоит А потом Будут в жизни Тары и находки Много встреч Много странствий И много людей Отчего же мне снится Белый берег Чукотки И какой-то кораблик На зеленой воде Отчего же мне снится Белый берег Чукотки И какой-то кораблик На зеленой воде Путешествие заканчивается И последние километры Когда уже все эмоции улеглись Ты понимаешь, что все закончилось Ты возвращаешься домой И опять, в общем, знакомые стены Знакомая работа Вроде все знакомо Впечатления потихонечку укладываются Укладываются Иногда хочется о чем-то подумать Время есть Благо в поезде В самолете Или на судне Несколько вопросов Я бы тебе сейчас задал Не из таких Не блиц-вопросы Как часто задают ведущие Где отвечать надо Да, нет Я тебе хотел предложить Иногда есть вопросы в песнях Иногда есть вопросы в песнях И цепляет какая-то строчка И задумываешься У тебя бывает так, что ты зацепился за строчку? Конечно Ну, например Если брать сегодняшних Самарских авторов Мы сегодня Близь Самары путешествуем У Краснопольского Валяются маршальские жезлы Которые мы потеряли Где-нибудь еще валяются? Допускаешь ли ты, что еще какие-нибудь Маршальские жезлы в твоей жизни могут появиться? Ну, вот, к сожалению Я очень люблю Из писателей Умберта Эка И в том числе не только его произведения Но и, в общем, статьи и прочее И он в одной из своих, там По-моему, пяти сцен Он писал, что с возрастом Постепенно перестаешь читать новые книги И начинаешь перечитывать старые Я ловлю себя на этом, что да Очень часто возвращаешься к старым книгам И с песнями тоже То есть, если в свое время я глотал Глотал, говорю, по тридцать песен в месяц Мог там выучить Я не преувеличиваю Наверное, так и было Вот То сейчас новых песен учатся В год Ну, дай бог, двенадцать То ли это отбор стал жучче То ли все хорошие уже выбрал Но, с другой стороны, меня радует Что все равно Новые песни Они есть, учатся И появляются И Есть И новые авторы И новые авторы для меня И вообще просто новые Которые приходят И пишут Очень хорошие песни И, слава богу, это все продолжается Наверное Собираешься спеть что-то, да? Да, я бы, наверное, давайте Я спою вот одну из самых последних Я ее еще не выучил Песню, конечно Но Попробую ее Спеть Потому что Вот это тот случай Когда зацепился 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 За вкусные слова Потому что Ну, там просто Вот настолько Красиво Выписано Это Павел Пахардинов Песня Граница Супом Кокосовым Космос Полит Ангелы Черпают Звезды Половником Снизу За то, что я Космополит Мы выпиваем С товарищем С товарищем полковником Он, мол, полжизни Границы латал Я же их словно Шипящих Согласных И гласных Уставший бороться Язык на замке Журавль колодца С синицей в руте Котлас и даллас Все контурный атлас Напутал в моем чердоте Границы Границы дозволенного Не установлены Места намоленного Хватит сполна Строй неизменно Границы и стены Но склынет все пена И хлынет волна Дома пустившим Корни в траве Дым надевает Черную шляпу В доме том Нет ни царя в голове И больше не выберут Нового папу Но дева придет Три создания за ней Чтобы лететь Не держаться корней Дом унесет Дитям ветром от нас То ли в Кузбасс То ли в Канзас Границы дозволенного Не установлены Места намоленного Хватит сполна Строй неизменно Границы и стены Но склынет все пена И хлынет волна Схлынет вся пена И хлынет волна Небо светлеет Ангелы спят Царство Морфея с Матфеем И следуют А собеседники так и сидят И собеседуют И собеседуют И собеседуют Вроде две личности Но без дуличия Бьют из граненых В границах приличия Так что песни есть новые И даже для меня Дорогие друзья Я надеюсь, что волна Песен еще В исполнении Сергея Нотика Накроет нас всех не раз Мы возвращаемся В нашей Виртуальной кругосветки В город Тольятти А заканчиваем вечер В саунд кафе Бады У Игоря Гульдина Самарского автора Песня которого Сергей тоже поет И от которого я Об этом авторе узнал Есть такие строчки Что Все, что Отдаешь друзьям Бог Во время жизни Не зачитывает Время Время Время, да Жизнь, что раздано друзьям Причисляется к бессмертию Мне кажется, что В этом смысле Наш сегодняшний гость Сергей Нотик Очень молодой человек Потому что он много Своего жизненного времени Раздал близким людям И никаких ему там Не 50 А там от силы Лет, наверное, 20-30 Поэтому он может считать себя Как бы В полном основании Опять в Тольятти Опять на Ротине Но он там бывает каждый год Да И связь с родными местами остается Держусь корней Да Давайте пожелаем нам Всем новых встреч Я благодарю Сегодняшнего нашего гостя Вас, дорогие зрители За то, что вы С нами Собеседовали И собеседовали И собеседовали Надеюсь, вам это собеседование Показалось интересным Дорогие слушатели Борт радио Спасибо вам За то, что слушали нас Слушайте наши передачи Мы стараемся Для вас Стараемся делать Какие-то интересные Встречи Спасибо, Лев До новых встреч Дорогие друзья Спасибо, друзья С вами был Ведущий Борт радио Лев Юфит Это для слушателей радио И в гостях у нас Сергей Нотик Спасибо До новых встреч В эфире Борт радио Спасибо, Лев Юфит Спасибо, Лев Юфит Борт радио Лев Юфит Борт радио Спасибо, Лев Юфит